Привет! Сегодня у нас интересная и злободневная тема Растаможка посылок из Китая, которые приходят в Украину в 2021 году Что происходит сейчас и что нас ждет в будущем Конечно же, этот видос больше интересен жителям Украины Поэтому, если вы смотрите с другой стороны, наверное, вам не так это будет интересно Можете просто поставить лайк этому видео и закрыть Ну, а я продолжу, потому что я, Саня, вы на канале Айру, будет интересно, погнали! Идея записать этот видос появилась после бума растаможек и очковской зоны Просто половина очков попала на растаможку И были разные расчеты у всех И всем было интересно, почему вообще так И сегодня я постараюсь ответить на вопросы Как вообще платится растаможка Кто попадает на нее, кто не попадает Как сделать так, чтобы сэкономить на растаможке И не попасть на все мыслимые деньги Потому что у многих растаможка очков вышла в порядочную сумму Где-то там пятая часть стоимости этих очков Что довольно обидно А я, например, растаможил свои очки всего лишь за 10 долларов И как так получается? В моем случае и в случае ребят, которые таможили по 3,5 тысячи гривен Это все сильно зависит от брокера Брокер может немножко заподозрить, что такая штука, как очки Они еще там подписаны в таможенных документах Как очки виртуальной реальности Стоит так мало И просто погуглив узнается цена То есть находится этот магазин И там цена как бы существенно выше И поэтому брокер имеет право насчитать стоимость По той цене, которую он считает правильной Но у вас точно так же есть право доказать реальную стоимость То есть сколько вы заплатили Даже с учетом каких-то купонов, скидок И хотя вам могут написать, что скидки и купоны не учитываются Но вообще-то, если вы вежливо все напишите и не будете там наезжать Как вы просто по-человечески отнесетесь, да Выделите нужное, то есть вот общая цена, которую я заплатил там, где тотал там или что-то такое Вот скажете, что вот она, вот такая цена То, скорее всего, с нее вам и насчитают Но может быть, конечно, тут варианты Поэтому это надо учитывать и это можно принять Опять же, если у вас включена страховка от растаможки посылки То вам как бы пофиг Вы просто платите и компания Banggood потом вам возвращает это все чарджбэком на карту Либо там PayPal Ну, то есть вот тот способ, которым вы платили за посылку И я настоятельно рекомендую страховать Включать вот эту опцию Tarif Insurance на все дорогие посылки Это все, что может попасть на растаможку Всякие железяки DJI, FPV То есть они гарантированно будут застревать на таможне Всякие очки дорогие, камеры Вот то, что известно, то, что как бы на слуху То, что, ну, как бы брокер, скорее всего, будет знать Потому что это такой же человек, как и вы И он может просто посмотреть на коробку и понять Это дорогая штука или нет Если там написано DJI, то все знают DJI Что это делают крутые дорогие штуки Или там GoPro какая-нибудь, да? Или там iPhone или еще что-нибудь Вот то, что это дорогая штука И она, скорее всего, по полной встрянет на растаможку Ну, если это какая-то неизвестная ноунейм камера Или это какая-нибудь плата, там, полетник Или какая-то вот аппаратура управления То, скорее всего, там даже тот же шлем Вот недавно пришел Скайзоновский шлем Его открыли, посмотрели И хоть он там вообще-то в реальности немножко превышает лимит Он запросто прошел растаможку Потому что, ну, то есть я ничего не платил Потому что, ну, он не сильно известен Еще, как бы, на нем вообще дичайн написано Итак, как же посчитать правильно растаможку? И тут не все так просто Потому что у нас немножко смешное законодательство И есть, как бы, две базовые величины На которые насчитывается у нас растаможка И сейчас с этим немножко там что-то вроде как порешают И, возможно, в течение этого года Эти величины сравняются Но пока что их две И это две разные величины Растаможка, это, собственно, таможенная пошлина Насчитывается на все, что превышает 150 евро Но мы также платим еще и НДС Налог на добавленную стоимость На все, что превышает 100 евро И мы платим не просто НДС Мы платим НДС на все, что превышает 100 евро Плюс пошлину, которую нам насчитают И смотрите, давайте разберем на примере Например, если посылка стоит, оценена брокером в 100 евро То она проходит, как бы, и вы ничего не платите Если же посылка оценена в 110 евро То мы превышаем порог срабатывания НДС на 10 евро И платим 20%, это 2 евро То есть мы встреем на 2 евро Но если у нас, например, посылка стоит 160 евро То считается это немножко сложнее Нам начислят таможенную пошлину в 1 евро То есть у нас 10% от превышения Превышение у нас 10 евро И нам начислили 1 евро таможенной пошлины Но у нас еще есть НДС И НДС в таком случае у нас считается Не просто на вот эти 60 евро А на 60 евро плюс таможенную пошлину Которую нам насчитали Нам насчитали ее в 1 евро И получается мы платим 20% от 61 евро И вот такой вот результат Потому что это не посчитаю никогда в уме В принципе, формула относительно простая И она неплохо расписана на сайте Укрпочты То есть это не только с доставкой там с Бангуда С каких-то вот наших там хоббийных магазинов Это любые посылки, которые приходят на территорию Украины Будут проходить вот такую таможенную очистку Сейчас таможенники очень сильно активизировались Видимо там набивают пустой бюджет И поэтому как бы много посылок попадает на растаможку Нужно это учитывать То, что идет национальной почтой То есть Укрпочтой Оно часто проскакивает Даже если это сильно превышает То есть даже может какой-то там мобильный телефон Но если посылка идет каким-нибудь дечелем Каким-то ИМС То там вы гарантированно попадете на растаможку Если она превышает хоть там на 1 цент Если же посылка идет в Мистэкспресс Как у нас вот, да Там часто присылают товар из Бангуд Росан Глобал Или Новопочта Интернешнл Если вы заказываете с Алиэкспресс То там возможны варианты Потому что немножко занижают стоимость в инвойсе Продавцы товара И часто это просто никто не проверяет Ну и сложно проверить Какая-нибудь там плата Какой-то там полетник Кто знает, что это вообще за полетник Сколько он стоит И это все проскакивает Но если там какая-то известная популярная штука Какой-нибудь квадрик DJI Там камера GoPro Я не знаю, там какой-нибудь айфон Какой-то телефон известный То это все практически гарантированно попадет на растаможку И тут нужно учитывать один нюанс Что у Бангуд есть функция Тариф иншуранс Вы можете застраховать свою посылку от растаможки И таким образом Как бы получить компенсацию Вам в любом случае Как бы нужно будет заплатить растаможку Это как бы не сойдет вам с рук Но всю сумму вам потом компенсируют Для этого обязательно нужно У таможенного брокера Либо у службы, с которой вы общаетесь Попросить форму М16 Это такая форма В которой указываются Все расчеты по вашей растаможке И отсканировав все эти документы И вооружившись номером заказа Вы идете в поддержку Бангуд И вот по такому пути Пишите Пишите лучше всего на почту Потому что у вас сохранится история переписки Это не самый быстрый путь Конечно получения денег И возможно возврат будет длиться Там все это Волокита займет там Ну неделю там Полторы может быть Но если вы купили очки за 500 баксов И встряли на растаможку Больше там 150 долларов Вам нужно заплатить То я думаю что это стоит того Сама функция Тариф иншуренс Она стоит денег И за очки вы должны заплатить Будете где-то там 15-20 долларов Но это я думаю того стоит Если номер не пройдет И очки попадут на растаможку То вы отвалите намного больше Также функцию тариф иншуренс Желательно включать Когда вы заказываете много посылок Если ваша посылка Встретится с другой вашей посылкой В один и тот же день На таможенном пункте То их суммы суммируются И считаются как Одна общая посылка Но эти посылки Должны идти на один адрес На один номер телефона Тут уж смотрите Как поступать Я вот позаказывал Там с интервалом Там в 3-4 дня Несколько посылок Но одни задержались Другие чуть быстрее чем надо Пришли И короче у меня куча посылок Собралась на таможне И я думал что все Все застрянет Но все проскочило Но в принципе у меня Везде была включена функция Тариф иншуренс Если это какая-нибудь Дешевая посылочка Или там Буквально там 40 долларов То эта функция Стоит там 1 доллар Или там даже какие-то центы Но она вам поможет Если это все соберется Вместе на растаможку Это все будет суммироваться И вам намного легче Будет в таком случае По поводу страховки От растаможки С Алиэкспресс Я не знаю Может у вас есть Какие-то там пути Или вы знаете Какие-то способы И функции Как можно обезопасить себя Или там Получить компенсацию За растаможку Но по-моему Только Banggood Занимается такой фигней И это как бы Еще один плюс В копилку этого магазина Из недавних того Что я растамажил Это моя камера Смо 4К Вот это инстабета FPV И я заплатил Около 1000 гривен И я просто не включил Страховку от растаможки Потому что я думал Что она проскочит Она вроде как Не должна была Привлекать внимание Но брокер был Хитрее меня И как бы он распознал В этом довольно ценную штуку И я так прилично Получается полинял Это в районе 25 долларов Обошлась растаможка И естественно Мне никто ее не вернет Я был очень зол Но меня поразило Качество вообще Общения Поддержки У меня был вопрос Который адресовал Росан Глобал Ну я как бы Общался с ними И мне буквально Через несколько часов Написал на мою почту Именно таможенный брокер Который занимался Моим оформлением И все очень подробно И четко расписал Вообще Истерпывающе Очень вежливо Очень Прям блин Вообще Очень порадовало Потому что До этого я начитался Отзывов Нистэкспресс Росан Что там просто Какой-то ад творится С растаможкой Но честно говоря Я не столкнулся Ни с одной проблемой Это у меня Где-то уже Наверное Пятая вообще Растаможка За все время И все это время Было вообще легко И тариф иншуренс Работал у меня Но сейчас я не застраховал И я как бы Переживал Что мне что-то Не так насчитали Но все пересчитали Все вообще Сошлось до копеечки Причем Ушли стоимость Я там на 40 долларов Скинул цену купоном Или на 30 долларов И вот Посчитали стоимость Я указал Что вот смотрите У меня тут Растаможка была По вот этой цене И как бы Мне насчитали Именно на эту цену Мне просили Предоставить Инвойс Я как бы Скачал инвойс Там в PDF Можно скачать В Banggood Инвойс И там указана Стоимость реальная И мне посчитали С вот этой реальной стоимость Хотя растаможку Не обязаны считать По реальной стоимости Если там есть Какие-то скидочные купоны То могут насчитать По полной стоимости Не учитывая скидки Чтобы исключить махинации Это опять же Идет на откуп брокера И тут Нужно смотреть Поэтому Как бы Настоятельно рекомендую Быть максимально вежливыми И Скорее всего Ваш вопрос решится В вашу пользу Ну на этом все Не забывайте Что у меня есть Телеграм-канал Там всякие интересные штуки Публикуются Лайк, подписка, колокольчик Оставьте одобрительный комментарий Либо напишите Какие у вас были Приключения с растаможкой Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok